Система, система, а каким был Станиславский на сцене не пишут, не помнят или перемерли, а я помню, потому что такое не забывается до смертного часа. И теперь, через шесть десятков лет, он у меня перед глазами, как Чехов, как Чаплин, как Шаляпин. Я люблю в этой жизни людей фанатичных, неистовых в своей вере. Поклоняюсь таким. Большой это труд жить на свете. Стены дома выкрашены цветом безнадежности. Есть очевидный такой цвет. Погибаю от безвкусия окружения. Из всех искусств дороже всего живопись. Краски, краски, краски. Хороший вкус – тоже наказание Божие. Воспитать ребенка можно до шестнадцати лет, дома. Воспитать режиссера может и должна библиотека, музей, музыка, среда, вкус – это тоже талант. Вкус – это основа. Отсутствие вкуса – путь к преступлению. Неистовый темперамент рождает недомыслие. Унять надо неистовость. Нужна ясная голова, чтобы донести мысли автора, а не собственный пыл. Пылающий режиссер – наказание Божье актера. Отнял у меня последние силы, пылающий режиссер. Я не знаю системы актерской игры, не знаю теории. Все проще – есть талант или нет его. Научиться таланту невозможно. Изучать систему вполне возможно и даже принято. Может быть, поэтому мало хорошего в театре. Усвоить психологию импровизирующего актера – значит найти себя как художника. Михаил Чехов Следую его заветам. Научиться быть артистом нельзя. Можно развить свое дарование. Научиться говорить, изъясняться. Но потрясать – нет. Для этого надо родиться с природой актера. Получаю письма. Помогите стать актером. Отвечаю – Бог поможет. Если бы я часто смотрела в глаза Джоконде, я бы сошла с ума. Она обо мне все знает, а я о ней ничего. Чтобы получить признание, надо даже необходимо умереть. Спутник славы – одиночество. Спутник славы – одиночество. К смерти отношусь спокойно теперь, в старости. Страшно то, что попаду в чужие руки. Еще в театр поволокут мое Тулова. Кремлевская больница. Кошмар со всеми удобствами. Невоспитанность в зрелости говорит об отсутствии сердца. Странно. Абсолютно лишенная тени религиозной, я люблю до страсти религиозную музыку. Гендель, Глюк, Бах. Все должно стать единым. Выйти из единого и возвратиться в единое. Гетте. Это для нас, для актеров, снова. Кажется, теперь заделалась религиозной. 1976 год. Наверное, я чистая христианка. Прощаю не только врагов, но и друзей своих. Огорчить могу, обидеть никогда. Обижаю разве что себя самое. Друга любить, себя не щадить. Я была такой. Перед великим умом склоняю голову. Перед великим сердцем — колени. Гетте. И я снова с ним заодно. Раневская. Многие получают награды не по способностям, а по потребности. Когда у попрыгуньи болят ноги, она прыгает сидя. Все думаю о Пушкине. Пушкин — планета. Он где-то рядом. Я с ним не расстаюсь. Что бы я делала в этом мире без Пушкина? Он мне так близок, так дорог, так чувствую его муки, его любовь, его одиночество. Бедный. Ведь он искал смерти. Эти дуэли. Я опять принимаю снотворное и думаю о Пушкине. Если бы я его встретила, я сказала бы ему, какой он замечательный, как мы все его помним, как я живу им всю свою долгую жизнь. Потом я засыпаю, и мне снится Пушкин. Он идет с тростью по Тверскому бульвару. Я бегу к нему, кричу. Он остановился, посмотрел, поклонился и сказал. — Оставь меня в покое, старая Б. Как ты надоела мне со своей любовью? Мучительная нежность к животным, жалость к ним, мучаюсь по ночам. К людям этого уже не осталось. Старух стариков только и жалко никому не нужных. У планеты климакс. Весны не было, весной была осень. Сейчас июнь. Холодно, дождь, дождь. Меня забавляет волнение людей по пустякам. Сама была такой же дурой. Теперь перед финишем понимаю ясно, что все пустое. Нужна только доброта, сострадание. Женщина в театре моет сортир. Прошу ее поработать у меня, убирать квартиру. Отвечает. Не могу. Люблю искусство. Соседка, вдова массоветовского начальника, меняла румынскую мебель на югославскую, югославскую на финскую. Нервничала. Руководила грузчиками. И умерла в пятьдесят лет на мебельном гарнитуре. Девчонка. Глупость — это род безумия. Это моя всегдашняя мысль в плохом переводе. Бог мой, сколько же вокруг безумцев. Летний дурак узнается тут же, с первого слова. Зимний дурак закутан во все теплое. Обнаруживается не сразу. Я с этим часто сталкиваюсь. Страшный радикулит. Старожилы не помнят, чтобы у человека так болела жопа. Чем я занимаюсь? Симулирую здоровье. Паспорт человека — это его несчастье. Ибо человеку всегда должно быть восемнадцать лет. А паспорт лишь напоминает, что ты не можешь жить, как восемнадцатилетний человек. Старость — это просто свинство. Я считаю, что это невежество Бога, когда Он позволяет доживать до старости. Господи, уже все ушли, а я все живу. Бирман и та умерла. А уж от нее я этого никак не ожидала. Страшно, когда тебе внутри восемнадцать, когда восхищаешься прекрасной музыкой, стихами, живописью, а тебе уже пора, ты ничего не успела. А только начинаешь жить. Я обязана друзьям, которые оказывают мне честь своим посещением, и глубоко благодарна друзьям, которые лишают меня этой чести. У них у всех друзья такие же, как они сами. Контактные, дружат на почве покупок, почти живут в комиссионных лавках, ходят друг к другу в гости. Как завидую им, безмозглым. Если бы на всей планете страдал хоть один человек, одно животное, и тогда я была бы несчастной, как и теперь. За что меня можно пожалеть? Для меня не существует чужое горе. Всякая сволочь в похвальных статьях упоминает о моем трудном характере. И я принимаю вашу справедливость, как предназначенную мне честь. Есть во мне что-то мне противное. Один горестный день отнял у меня все дары жизни. Мои любимые мужчины Христос, Чаплин, Герцен, доктор Швейцер найдутся еще, лень вспоминать. У меня два бога. Пушкин, Толстой. А главный, о нем боюсь думать, Увидела на балконе воробья, клевал печенье. Стало нравиться жить на свете. Глупо это. Если у тебя есть человек, которому можно рассказать сны, ты не имеешь права считать себя одинокой. Жизнь прошла и не поклонилась, как злая соседка. У меня хватило ума глупо прожить жизнь. Живу только собой. Какое самоограничение! Бог мой, как прошмыгнула жизнь! Я даже никогда не слышала, как поют соловьи. Я бог гнева, говорит Господь, Ветхий Завет. Это и видно. А может быть, поехать в Прибалтику? А если я там умру, что я буду делать? Дама в Москве. По-французски из далекого детства запомнила десять фраз и произносила их, грассируя, в нос и с шиком. Дама в Таганроге. Меня обидел Габриэль Данунцио. Совершенно неправильно описывает поцелуй. Старуха-еврейка ласкает маленькую внучку. Красавица, святая угодница, Крупчатка первый сорт. Приглашение на свидание. Артистке в зеленой кофточке. Указание места свидания и угроза. Попробуй только не притить. Подпись, печать. Сожалею, что не сохранила документа. Не так много я получала приглашений на свидание. Звонок не работает. Как придете, стучите ногами. Почему ногами? Но вы же не с пустыми руками собираетесь приходить. Сейчас, когда человек стесняется сказать, что ему не хочется умирать, он говорит так. Очень хочется выжить, чтобы посмотреть, что будет потом. Как будто если бы не это, он немедленно был бы готов лечь в гроб. Сколько раз краснеет в жизни женщина? Четыре раза. В первую брачную ночь, когда в первый раз изменяет мужу, когда в первый раз берет деньги, когда в первый раз дает деньги. А мужчина? Два раза. Первый раз, когда не может второй. Второй, когда не может первый. О Ленине. Знаете, когда я увидела этого лысого на броневике, то поняла, нас ждут большие неприятности. Какие, по вашему мнению, женщины склонны к большей верности? Брюнетки или блондинки? Седые. Деньги съедены, а позор остался. О своих работах в кино. Я провинциальная актриса. Где я только не служила. Только в городе Вездесранске не служила. Я социальная психопатка, комсомолка с веслом. Вы меня можете пощупать в метро. Это я там стою, полусклонясь, в купальной шапочке и медных трусиках, в которые все октябрята стремятся залезть. Я работаю в метро скульптурой. Меня отполировало такое количество лап, что даже великая проститутка Нана могла бы мне позавидовать. Это не театр. Это дачный сортир. В нынешний театр я хожу так, как в молодости шла на аборт, а в старости рвать зубы. Ведь, знаете, как будто бы Станиславский не рождался. Они удивляются, зачем я каждый раз играю по-новому. Я была вчера в театре, рассказывала Раневская. Актеры играли так плохо, особенно Дездемона, что когда Отелло душил ее, то публика очень долго аплодировала. Ну, это, как ее? Такая плечистая взаду. Раневская забыла фамилию актрисы, с которой должна была играть на сцене. Одиноко. Смертная тоска. Мне 81 год. Сижу в Москве. Лето. Не могу бросить псину. Сняли мне домик за городом из сортира. А в мои годы один, может быть, любовник. Домашний клозет. Жизнь моя. Прожила около. Все не удавалось. Как рыжий у ковра. Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи. А по поводу вторых половинок несравненная Фаина Раневская как-то сказала. Вторая половинка есть у мозга, жопы и таблетки, а я изначально целая. Раневская о здоровье. Самая любимая моя болезнь – чесотка. Почесался один раз и еще хочется. А самая ненавистная болячка – это геморрой. Ну ни себе, ни людям. Ни посмотреть, ни показать, ни похвастаться. У Раневской спросили, что для нее самое трудное. «О, самое трудное я делаю до завтрака», сообщила она. «И что же это?» «Встаю с постели». «А вы куда хотели бы попасть, Фаина Георгиевна? В рай или в ад?» спросили у Раневской. «Конечно, рай предпочтительнее из-за климата, но веселее мне было бы в аду из-за компании». «Вы слышали, как не повезло писателю Н?» спросили у Раневской. «Нет. А что с ним случилось? Он упал и сломал правую ногу?» «Действительно, не повезло. Чем же он теперь будет писать?» посочувствовала Фаина Георгиевна. «Шкаф Любови Петровны Орловой так забит нарядами», говорила Раневская, «что моль, живущая в нем, никак не может научиться летать». Раневская. «Нонна, а что, Энн умер?» «Нонна, умер». Раневская. «То-то я смотрю, он в гробу лежит». «Писать о себе плохо не хочется, хорошо, неприлично. Значит, надо молчать». Еще мне незаслуженно приписывают заимствования из таких авторов, как Марк Твен, Бернард Шоу, Тристан Бернар, Константин Мелихан и даже Изоп и Аристотель. Мне это, конечно, лестно. И я их поэтому тоже благодарю, особенно Аристотеля и Изопа. Фаина. Спрашивает ее старая подруга. «Как ты считаешь, медицина делает успехи?» «А как же? В молодости у врача мне каждый раз приходилось раздеваться, а теперь достаточно язык показать». «Семья заменяет все. Поэтому, прежде чем ее завести, стоит подумать, что тебе важнее – все или семья». Продолжение следует... Продолжение следует...